Смотрите выпуски. Ради Хабиров в Белоруссии, о чем он говорил в Полоцке и Витебске. Сильные ливни могут вызвать поводок в четырех районах Башкирии. Центр общественной безопасности Уфы купит 8 москвичей за 20 миллионов рублей. В Минюсте России поддержали идею башкирских депутатов о запрете Child Free. Наука и изобретение, чем занимаются в Уфимском межвузовском кампусе. Власти Уфы хотят снести целый квартал ради нового района и дороги. Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым приняла участие в 11-м форуме регионов Белоруссии и России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Так, 27 июня в Витебске Радий Хабиров обсудил ход реализации совместных проектов с председателями обл. исполкомов Гомельской и Гродненской областей Белоруссии. Также глава Башкирии выступил на площадке в Полоцке, где собралось более 200 делегатов форума, которые рассматривали вопрос взаимодействия органов власти, бизнеса, а также образовательного, культурного и туристического обмена. Кроме того, Радий Хабиров посетил историко-культурные объекты, расположенные на территории Витебской области, среди которых был Спасо-Ефросиниевский монастырь. Сразу в четырех районах республики возможны паводки из-за ливней. Об этом информирует пресс-служба МЧС Башкирии. По прогнозам, ночью 28 июня на территории региона ожидаются сильные ливни. Обильные осадки могут вызвать быстрый подъем уровня воды в степных и горных реках. Грозовой фронт идет с юго-восточной части от Хайболинского района к Баймакскому, Обзелиловскому, Белорецкому и Училинскому районам, что может вызвать затопление придомовых территорий и подмыв дорог, уточняют в региональном МЧС. Муниципальное учреждение – Центр общественной безопасности мэрии Уфы, занимающаяся обеспечением безопасности населения города и профилактикой нарушений на местном уровне, приобретает 8 автомобилей «Москвич» бизнес-класса на сумму 20 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Из опубликованных данных следует, что Центр общественной безопасности и компания «Элит Уфа» заключили контракт на поставку машин. По условиям договора, автомобили должны быть поставлены в течение 10 дней. Легковушки должны обладать бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. В комплектации обязательный круиз-контроль, подушки безопасности, подогрев зеркал заднего вида, система распределения тормозного усилия. Также в автомобилях должны иметься система экстренного оповещения «Эроглонас» и датчики дождя. Минюст России поддержал идею башкирских парламентариев о запрете пропаганды идеологии «Чайлдфри». Два заявления об этом прозвучали на прошедшем в Санкт-Петербурге международном юридическом форуме. Первое озвучил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. По его словам, готовится законопроект о запрете идеологии «Чайлдфри». Позже депутат Госдумы Ирина Яровая сравнила бездетность с оружием, нацеленным на Россию. Напомним, ранее депутаты Курултая Башкирии предложили Нижней Палате Российского парламента отнести идеологию «Чайлдфри», призывающую к добровольному отказу от потомства, к информации, запрещенной к распространению среди детей. Самое высокое, самое заметное, самое яркое, что есть в Уфе – это будет наука и образование. Уфимский межвузовский кампус. Более 150 тысяч квадратных метров, где разместятся общежития для студентов, преподавателей и молодых ученых. Аудитории, лаборатории, спортивные залы, библиотеки. Власти заявляют кампус как центр притяжения для талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Человек должен быть развит во всех сферах. То есть мы не можем делать только ученого, ограниченного в его области знания. Человек должен быть развит со всех сторон. Это первое. Второе. Вот этот вот междисциплинарный подход, он работает не только в области технических наук, он работает вообще абсолютно везде. В качестве резидентов IQ-парка, который является первой очередью кампуса, выступили три учебных заведения. УНИД занимают второй и третий этажи. БГМУ располагается на четвертом и пятом этажах, а УГНТУ на шестом и седьмом. Под каждое направление выделены отдельные локации, где размещено все необходимое оборудование. Одно из главных научных направлений – лаборатории. Выделить ДНК из клубники в домашних условиях легко, но это требует определенных навыков и знаний. Демонстрируем я взяла клубничку и измельчила ее в ступке. То есть это механическое измельчение встанет, но этого мало. Нам нужно разрушить мембраны клеток и нужно разрушить мембраны ядер. Для этого мы используем очень простые реактивы, которые есть у многих на кухне. Это соль, сода и любое мухое вещество. В башне IQ-парка располагается другое направление – киберспорт. Тут и зона VR, комната для стримов, мощные компьютеры и игровые приставки. Попасть в команду киберспорту сложно, но найдется задача для каждого, кто хочет развиваться в этой области. Как мы можем заметить, в свободное время здесь проводятся фундаментальные вычисления. И готовятся, соответственно, кадры для нашей IT-индустрии. Одно из самых важных направлений IQ-парка – лаборатории аддитивных технологий. Это способ создания изделий путем послойного добавления материала. В отличие от традиционных методов производства, где материал удаляется или изменяется форма заготовки, аддитивные технологии позволяют создать изделия сложной формы по трехмерной компьютерной модели. К примеру, у нас есть система для обучения студентов. То есть мы взяли скан МРТ человека, симулировали перелом, и теперь у нас вот это изделие, напечатанное на принтере, используют для обучения наших студентов, чтобы они учились правильно ставить аппарат Элизария, в частности. Научные разработки лаборатории IQ-парка уже помогают людям. Недавно там распечатали искусственную аорту на 3D-принтере из медицинской смолы, которая спасла жизнь 76-летнего мужчины с аневризмой. Есть в кампусе технологии, направленные на безопасность. Например, одежда, которая может уберечь человека от травм и отравлений. На дисплее отображается пульс, его сердцебиение, температура окружающей среды, температура тела человека. Здесь вот в этих кармашках расположена степень загазованности окружающей среды, потому что они не чувствуют, что повысилось. И они сейчас могут вообще все попадать, сознание потерять. Тоже сигнализируют. Занимаются в IQ-парке и традиционной робототехникой. На этаже стоит приветливый робот, а за дверьми студенты готовят свои проекты. Один из них – машинка на радиоуправлении. Но непростая. Есть множество нюансов, которые нужно соблюсти для правильной работы. Времени на этого робота нужно достаточно, как и деталей. Управление таким роботом должно осуществляться автономно, то есть оператор сидит в закрытой коморке, и робота он не видит. То есть для него нужна как минимум камера, через которую оператор сможет видеть, куда движется робот. Моторы – это самое главное в этом роботе, поскольку именно от них зависит то, насколько эффективным он будет. Под каждую лабораторию делали отдельно планировку по заказу самих лабораторий. То есть не как обычно сначала сделали, допустим, здание, а потом его начали случайным образом наполнять. А в прошлом году каждую лабораторию кампуса опрашивали, где им поставить стены, где им подвести воду, где им сделать вентиляцию. И, соответственно, вот эти индивидуальные запросы все это и делали. На территории IQ-парка можно побывать и на экскурсии. Достаточно зайти на официальный сайт кампуса – campusnot.ru и оставить заявку с указанием на электронную почту. Строительство второй очереди кампуса планируют завершить до конца 2025 года. На сайте администрации Уфы появилось постановление, согласно которому один из районов города будет серьезно переделан. Речь идет о продлении улицы Айской до Менделеева, строительстве нескольких новых улиц и нового жилья. Сейчас мы пройдемся по некоторым местам, которые отмечены на чертежах планировки, и оценим, каким получится этот район после окончания всех работ. В постановлении, которое подписано 7 июня, район, ограниченный улицами Айской, Бокалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева, занимает 62 гектара. В выделенную территорию попадают несколько жилых комплексов, частный сектор на улице Суньяцена, два торговых центра и рынок. Пустырь с кустами и колючками за моей спиной и несколько проездов к местным дворам – это тоже улица Айская. Она какое-то время тянется дальше, поворачивает во дворы и там кончается. Теперь городские власти намереваются продлить ее дальше и соединить с улицей Менделеева, которая, если смотреть отсюда, находится за небольшим частным сектором. Сейчас дорога, по которой передвигаются автомобили, похожа на бурую грунтовку. По узкой тропинке на пустыре почти никто не ходит. Одна из его частей на чертеже окрашена в оранжевый цвет. Эта зона, если верить документу, отводится под жилую застройку. Наиболее масштабно на чертеже выглядят две новые улицы номер 1 и номер 2. У них пока нет названия. Номер 2 существует уже сейчас. Она тянется вдоль торгового центра «Ультра». А вот улицу номер 1 будут строить с нуля, соединяя ее, судя по всему, с улицей Степана Злобина. Мы стоим на пустыре, который полностью завален строительным мусором. Именно здесь, предположительно, по плану пройдет новая улица, которая пересечет продленную Айскую и поделит получившийся район на две части. Родники бьют абсолютно везде. Даже они пробили через... Здесь хорошо было бы сделать озеро и парк. А зимой так вообще видно, как родники бьют. Они же фонтанируют, несмотря на мороз. Здесь везде вода под землей. Она все равно найдет выход. Как-нибудь будет апокалипсис, когда дорогу построят. Если рассматривать план дальше, то можно увидеть, что сразу за торговым центром земля окрашена в светло-зеленый цвет. Она помечена как территория образовательных учреждений. Можно предположить, что там планируется школа и детский сад. Но местных жителей все же беспокоят родники, которые могут усложнить строительство. Местные жители рассказали нам, что в районе этого пустыря бьет довольно много родников. И один из них мы действительно нашли в районе гаражного кооператива. И люди опасаются и предполагают, что если родники останутся под дорогой, то со временем они просто-напросто ее размоют. Пересекая улицу Суньяцена, продленная Айская упрется в Менделеево. Примерно в том месте, где сейчас находится поворот трамвайных путей. У этого места, где сейчас стоят частные дома, на плане свое предназначение. Новое трамвайное депо. Местные жители частного сектора, которых мы встретили, говорить с нами не захотели. В администрации города ЮТВ ответили, что для строительства ряда объектов дома на четной стороне улицы Суньяцена нужно снести, а трамвайные пути переделать. Всего будет снесено 52 объекта недвижимости и изъято 10 земельных участков. Все работы власти города оценили в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Но источники финансирования пока не нашлись. А это значит, что пока местные жители будут любоваться другими источниками. Егор Полторыхин, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ. Ну я здесь раньше была, вот я хотела сюда тоже. А почему что вам здесь нравится? Нравится, не нравится, я соскучилась мне. Живой, здоровый, улыбаемся, все хорошо. 40 человек живут в так называемом родительском доме, который находится в деревне Шарипова Кушнаренковского района. Люди попали сюда при разных обстоятельствах, но теперь они почти как одна большая семья. Официально место, где проживают все эти люди, называется Центр социального обслуживания нуждающихся. Они помимо жилья и еды обеспечены сиделками медицинской помощью. С ними проводят занятия на реабилитационных тренажерах и организовывают их досуг. Пансионат, конечно, небольшой, рассчитан всего на 40 постояльцев. Но в этом и его преимущество, говорит основательница этого места. Когда зашкаливает за 80 из практики, по моему мнению, ну, может, по моему мнению, конечно, теряется какая-то неконсидуальность. А у нас тут к каждому подход, к каждому мы знаем, к каждому болячки знаем, к каждому знаем историю родственников. То есть очень все такое на семейном уровне происходит. Некоторые одинокие жители родительского дома даже находят свою любовь в стенах пансионата. Другие – близких друзей. Но, как отмечает Айгуль Файзулина, от семьи пожилых никто не отрывает. Они всегда могут покинуть здание и навести детей и других родственников. Да и досуг постояльцев очень разнообразен. Кто-то отдыхает в соляной комнате, другие играют в шахматы и шашки. Третьи высаживают растения на прилегающей территории и ухаживают за живностью. К нам ходит женщина по имени Гульнас. Очень хорошая женщина. Она с нами занимается. Мы рисуем, раскрашиваем картинки. А у кого деменция, она занимается особыми занятиями. С ними особые занятия есть. Огородик маленький есть. Там даже резиска, лук. Пансионат работает по системе концессии. Часть мест предоставляется за счет бюджета, часть финансируется пациентами и их родственниками. Также он входит в реестр социального бизнеса, что и дает возможность помогать нуждающимся за бюджетные деньги. Сейчас в пансионате 30 бюджетных мест и 10 коммерческих. Как говорит Айгуль Файзулина, окупаемость такого бизнеса 10-15 лет. Они пока работают только 5. Сдержание, понимаете, коммуналку платить надо, зарплату платить надо, и продукты. У нас пятиразовое питание, то есть обеспечить надо. Все стандарты, которые придерживаются государственным учреждениям, мы их тоже придерживаемся. Нас также проверяют и Роспотребнадзор, и прокуратура, контрольный взъемный отдел. То есть мы подведом, считаемся практически подведом с министерством. Именно по такой причине пансионат, как, впрочем, и другие модели социального бизнеса, многие называют скорее благотворительностью, чем бизнесом, на котором можно заработать. Согласны с этим и власти, но, несмотря на эту особенность, Башкирия занимает второе место по количеству социальных предпринимателей по стране. Секрет один, у нас очень хорошие люди, люди неравнодушные, люди, которые хотят делать что-то доброе, хорошее для своей родины. Это вот такой менталитет, нам сказать, что мы живем на своей родине, мы хотим быть полезными здесь, поэтому социальное предпринимательство – это про это. Вот, такого секрета, что тут какая-то суперподдержка, она как везде. Другой успешный социальный бизнес из Башкирии – образ будущего. Это всероссийский проект, направленный на снижение кадрового голода на промышленных предприятиях. Он, в отличие от классической профориентации, дает детям и подросткам практические знания, объясняя, как создаются обыденные вещи, например, те же самые игрушки. Российская промышленность за последние 5-10 лет очень мало рассказывала о себе подрастающему поколению, детям, студентам. Из такой вот информационной дыры образовался кадровый голод. И наш проект, он помогает промышленным предприятиям России, из нефтегазовой, металлургической отрасли, из самых разных промышленных отраслей, помогаем презентовать себя детям. Образ будущего уже разработал 18 методик, которые помогают увлечь детей промышленностью. А один из главных посылов – показать детям, что работать в этой отрасли интересно. Кроме этого, в ходе занятий большое внимание уделяется также вопросам экологии. Причем все эти занятия бесплатны для школьников, ведь сами компании заинтересованы в мотивированных и профессиональных работниках. Мы погружаем их в тему экологии углеродного следа путем игрового формата, где дети сами самостоятельно учатся рассчитывать углеродный след, изучать тему. Эти два бизнеса направлены на совершенно разные категории населения, но их объединяет фонд «Наше будущее», который поддерживает социальный бизнес по всей стране, вкладывая ресурсы и знания в социальное предпринимательство. Именно благодаря таким фондам такой бизнес продолжает существовать. Ведь, как говорят сами предприниматели, в первую очередь для развития нужна поддержка. И не всегда, только финансовая. Бесплатная баня для уфимцев с инвалидностью и людей, оставшихся без крыши над головой. Социальное такси для маломобильных граждан. И соляная шахта для целого микрорайона. Все это – благотворительные проекты некоммерческой организации «Чистотел». О них ЮТВ неоднократно рассказывал в своих сюжетах. У «Чистотела» много друзей. Как из числа простых жителей республики, так и среди компаний. Одна из них – Уфанет, чьи камеры видеонаблюдения стоят на страже комплекса в Шакше. Их установили по просьбе руководства «Чистотела» после того, как здание навестили грабители. С тех пор посягательства на имущество прекратились. Объективы камер помогают поддерживать порядок не только снаружи, но и изнутри. Мужчина пришел с отверткой, начал говорить какие-то глупости свои. Видимо, неадекватный человек. Тут, конечно, бабушки у нас все были, немножко испугались. За счет того, что камеры здесь были, его сняли и пошли в милицию с этими записями. Хулигана с отверткой быстро нашли и задержали. Им занялись стражи порядка. Работоспособность камер регулярно проверяют сервис инженеры компании. И после одного из технических визитов в «Чистотел» уфанетчики решили вновь помочь своим друзьям. У нас есть давние друзья компании «Чистотел». Заметили, что у них нет телевидения. Возникла такая идея – скинуться всей службой и купить, подарить телевизор данной компании. И клиентов много, и сотрудники есть, а телевизора нет. Клиенты сидят в очереди. Удобно будет, если будут смотреть телевизор. Затягивать не стали. Достаточно быстро сервис инженеры набрали необходимую сумму. Купили телевизор. Сами его привезли и установили. Для друзей наших бесплатно сделали. Приходят посетители, они как бы ждут очередь свою, тоже будут смотреть. Да и смотреть более 200 каналов посетители «Чистотела» и его сотрудники будут совершенно бесплатно. Руководство наше сказало, что раз вы скинули, скупили телевизор, то мы сделаем услугу бесплатно. У подаренного телевизора будет еще одна важная функция. Он будет транслировать изображения с камер видеонаблюдения. А значит, в «Чистотеле» станет еще безопаснее. Артур Бигнов, Игорь Яковлев, Инзира Вахитова, Телеканал ЮТВ. Игорь Яковлев, Инзира Вахитова, Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова